Эта птаха-зеленушка клюёт семечки с кормушки. По проворству нет ей равных. Успеть первой принцип главный. Под берёзой зеленушка семя весело клюёт. Занята обедом птица, песню нам не пропоёт. Не боится снегиря, не страшится ищура. Ложку семенем она выклевала всю до дна. Обыкновенная зеленушка. Птица семейства вьюрковых. Дружелюбную птаху, возвещающую о приходе тёплых дней, знают издавна. Стариную называли рядовка или дубоноска. Весеннее оживление природы невозможно представить без звонких трилей этих птиц размером с крупным воробья. Птица зеленушка привлекает ярким оперением и задорным пением. Не случайно пернатых прозвали лесными канарейками. Длина тела зеленушки до семнадцати сантиметров, крыла девять с половиной сантиметров, а размах крыльев достигает тридцати сантиметров. Телосложение плотное, фоскороткий, с отчётливой выемкой. Необычный облик дал название и виду птиц. Оперение зеленушки насыщенного жёлто-зелёного цвета с оливковым отливом. Хвост пепельного оттенка украшен лимонной каймой. На крыле видна ярко-жёлтая полоска. Серые щёки, тёмные глаза, как бусинки, сильный конический, мощный клюв придают выразительность этому пернатому созданию. Отличие самок от самцов проявляется в окрасе перьев. Самки гораздо бледнее, чем мужские особи этого вида. Зеленушка – настоящая лесная красавица. Форма полёта зеленушки немного напоминает полёт летучей мыши. Прыгает с помощью обеих ног, так же, как и воробей. Птица и относится к отряду воробинообразных. Летит зеленушка быстро и совершает дуги в воздухе. Перед приземлением некоторое время парит. Для пикирующего полёта резко взлетает, крутит на довольно большой высоте несколько кругов и с прилегающими крыльями устремляется вниз. В пении слышны характерные дребезжащие звуки, по которым узнают обыкновенную зеленушку. Летит 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 зеленушку. Звучит музыка. Звучит музыка. Взлетает в воздух, где, распустив крылья и хвост, некоторое время парит планирующим полетом, а затем вновь опускается на прежнее место или по соседству с ним. Зеленушка обитает практически повсеместно в России, южной границе ареала обитания Ставрополье, северный Кольский полуостров. Птицы можно увидеть в Калининграде на западе страны, в регионах Дальнего Востока страны. Птицы-зеленушки держатся небольшими стайками, но встречаются иногда парами, могут держаться и поодиночке. Любят собираться группами на деревьях в смешанных лесах, перелесках, парковых зонах с негустыми зарослями. Чаще не привлекают зеленушек, но отдельные деревья с густой кроной нужны птицам для гнездования. Излюбленные места – это светлые ландшафты с перелесками, смешанным мелколесьем, зарастающие вырубки, искусственные насаждения вдоль полей. Рацион питания птиц отличается разнообразием. Зеленушек можно считать всеядными, так как в их питании присутствует и растительная, и животная пища. Летом птицы предпочитают насекомых, их личинки. Поедают мелких жуков, мох, муравьев, гусениц. Во второй половине лета, осени, преобладает растительная пища. Птицы кормятся дарами полей – просом, пшеницей, подсолнечником, не брезгуют сорго, рапсом, шпинатом. Кормом становятся семена различных растений, даже сорняков, всевозможных трав, почки деревьев, плоды рябины. Крупные семена птицы подолгу отшелушивают в клюве, глотая после очистки от твердых оболочек. Замечено, что особым лакомством зеленушек становятся поспевшие ягоды можжевельника. В садах, на дачных участках птицы выедают из несорванных еще плодов семена и рги. Часто зеленушки наносят урон виноградникам. Субтитры создавал DimaTorzok После создания пары начинается этап строительства гнезда. Возводят сооружение из тонких веток, мха, травы, листочков, корешков, зеленушка-самка. Место, как правило, птицы выбирают в развилке ветвей на высоте не менее полутора-двух метров от земли. Но встречаются гнезда зеленушек на самых верхушках густой кроны деревья на высоте 6-8 метров. Орнитологи отмечают, что в смешанных лесах при раннем гнездовании сооружение гнезд приходится на ветви хвойных пород – елей, пихт, накедровый сланик. Более позднее строительство для повторных кладок производится среди переплетений гузины, ветви, которые к тому времени полностью покрыты листьями. Также гнезда зеленушек можно увидеть и на шиповнике, на иве, дубе, березе. Если переплетение ветвей позволяет, то на одном дереве размещается сразу несколько гнезд в укромных местах. Толстостенные чаши для выведения потомства внешне выглядят не очень аккуратными, но внутри лоток ровно выстилается растительным пухом, шерстью, перьями, иногда конским волосом, тонкими травинками. В кладке зеленушки обычно 4-6 штук яиц. Высиживает потомство на протяжении двух недель только самка, но последующим выращиванием птенца занимаются оба родители. Самец, пока самка занята высиживанием, обеспечивает ей пропитание. Каждый птенец зеленушки выбирается из яйца голым, слепым, беспомощным. За сутки родители до 50 раз приносят потомству еду, одновременно насыщая всех крох, которые стремительно растут. Птенцы питаются размягченными семенами, мелкими насекомыми. Спустя примерно 2 недели молодняк уже готов окончательно покинуть гнездо, начать самостоятельную жизнь. К осени птицы набираются сил, готовятся к перелетам. За сезон птицы успевают до трех раз откладывать яйца и взращивать новых птенцов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В природе у небольших зеленушек много естественных врагов среди пернатых и наземных хищников. Для хищных лесных птиц, городских ворон, уличных кошек, хорьков зеленушки являются весьма легкой добычей. Питаются птахами даже змеек, которые ловят пернатых на земле во время кормления. Гнезда зеленушек также подвергаются большому разорению хищниками. В природе зеленушки доживают до 13 лет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...